Особые истории с Дмитрием Травиным Здравствуйте Да, а во-вторых, вы сами предложили поговорить, скажем так, про фильм, который в последнее время стали активно, кстати, про него говорить, непрошедшее время Фильм про 90-е, мне кажется, хотя он там про многое что, но в том числе про 90-е Да, я сам решил предложить поговорить об этом фильме, дать к нему некоторые дополнительные комментарии Это фильм «Непрошедшее время», который сейчас можно посмотреть в сети Это фильм, который, как я понимаю, очень долго готовился, документальный фильм Фильм о 90-х и даже о перестройке, первая серия с этого начинается Фильм, который пытается с помощью основных действующих лиц той эпохи показать, что происходило с нашей страной в этот сложный период Там практически нет комментариев авторов фильма, там рассказ тех, кто в этом деле участвовал Ну и тех комментаторов, которые в то время, которые не имеют отношения к авторству этого фильма Но в то время были какими-то заметными персонами, аналитиками, исследователями Вот такого рода фильм, фильм многосерийный Я его очень советую посмотреть Мне кажется, большое достоинство фильма «Непрошедшее время» состоит в том, что он не политизирован Это фильм, который предназначен действительно для того, чтобы мы помнили или впервые увидели, если человек молодой смотрит ту эпоху И постарались разобраться в том, что тогда происходило Есть комментаторы с одной стороны, есть комментаторы с другой стороны Где-то говорит Чубайс, где-то говорит Зюганов То есть там дана попытка вполне объективного взгляда на проблему Но, как мне кажется, фильм все-таки слишком был сдвинут в сторону вот этого объективизма Он не столько пытается объяснить проблемы Сколько пытается с помощью персонажей той эпохи продемонстрировать нам ход ситуации Напряженность ситуации, напряженность конфликтов Мы видим, как появляется на экране Чубайс и Леничаев, объясняющие, что происходило Причем даже не столько объясняющие Для объяснения все-таки нужно больше времени А говорящая голова на экране появляется буквально на несколько секунд или на минуту-другую И тут же появляется какой-нибудь там Зюганов или Хасбулатов Рассказывающий о том, какими дураками были те реформаторы, что проводили реформы Вот такого рода схватка, она сохраняет динамизм эпохи Сохраняет то нервное напряжение, которое тогда было Но мне представляется объяснение происходящего, по большому счету, не даю И вот я решился предложить некоторые свои комментарии к этому фильму Любой зритель может послушать мои комментарии или не послушать, смотреть фильм или не смотреть Но мне представляется, что такие комментарии будут не лишними Тем более я давал некоторые комментарии к фильму «Предатели» Но тогда мне не очень, честно говоря, интересно было комментировать А в том случае, когда, как в фильме «Непрошедшее время» Дается не идеологический удар по эпохе, а рассказ об этой эпохе Вот здесь как раз мне, как комментатору, понятно, что я могу добавить Где я могу что-то предложить от себя, чего не было в этом фильме Так что вот здесь я себя чувствую более комфортно Дмитрий Яковлевич, я здесь неожиданный вопрос хотел вам задать Просто, скажем так, он провокационный Потому что мы у себя на YouTube-канале уже провели опрос Где задали зрителям вот такую загадку Мы попросили их сказать, почему россиянам было тяжело жить и выживать в 90-е годы Дали четыре варианта ответа К сожалению, только четыре можно это сделать Вот как они были Из-за либералов, демократов, то есть Ельцина, Гайдара и так далее Потом из-за ошибок времени СССР и наследства СССР Потом такую версию, как «Запад нам гадил» И еще другой ответ Ну или человек там не знает Как вы думаете, кто... Есть вот просто подавляющее большинство Ответили, выбрали один вариант Как вам кажется, какой? Сложно, конечно, мне говорить Поскольку это был не репрезентативный массовый опрос российского населения Да, потому что российское население, очевидно, ответило бы в нынешней ситуации Что «Запад гадил» А применительно вот к нашим зрителям Я думаю, что основной ответ все-таки состоял в том Что были какие-то ошибки реформата А вы знаете, нет 78% из более чем тысячи проголосовавших Сказали, что из-за ошибок и наследства СССР Вот так вот Ну хорошо Я в общих чертах с этим согласен И это облегчает мою работу Потому что я в этой ситуации чувствую, что попадаю в ту аудиторию, которая готова воспринимать комментарии И смысл комментариев, собственно, как раз и будет состоять в том В чем это наследство конкретно создавало проблемы Вот здесь связи не всегда очевидны И я постараюсь в ходе сегодняшнего разговора их раскрыть Отлично Давайте тогда, собственно, и начнем Давайте Ну, во-первых Я бы хотел обратить внимание вот на какой момент Когда смотришь такого рода фильмы Там есть Ну как это, подстрочник или как это правильнее назвать Где фильм разбивается на эпизоды И каждый эпизод получает название Ну, как главы фильма, фактически Как главы в книге, фактически Ну да, как главы, да То есть если мы просто смотрим то, что на экране Мы на это не обращаем внимания Но, в принципе, можно и обратить И вот появляются такого рода тексты Стандартные, довольно штампованные Шокотерапия Ваучерная приватизация Первое, на что я обращаю внимание Когда рассказывают о эпохе 90-х Которую я изучал много О которой писал, в котором жил Первое У нас не было шокотерапии Это миф Это просто миф, выдуманный от начала до конца Тот, кто хочет навесить какой-то ярлык На реформы 90-х Часто говорит о шокотерапии Не объясняя, что это такое Но ее нет Второе Ваучерная приватизация Не было ваучерной приватизации Ваучеры были Но приватизация была не ваучерной Вот сейчас пару слов о том, почему я об этом говорю Шокотерапия Значит, этот термин появился у нас Из польских реформ Которые шли двумя годами раньше В Польше вот эти вот рыночные преобразования Были проведены в 90-м году У нас в 92-м И уже когда поляки начинали свои преобразования Я скажу, что польская экономика Была очень похожа, по сути, на экономику советскую За исключением аграрного сектора Где не была проведена в советские времена В социалистические времена коллективизация А так картина была очень похожа Экономика административная, а не рыночная Так вот, когда в Польше начинались преобразования Появился этот термин шокотерапии Смысл в двух словах состоял следующий Реформаторы проводят либерализацию цен Цены сильно подскакивают В Польше так и было все В фильме, кстати, кто-то говорил о том Что в Польше и в Венгрии Все преобразования прошли очень гладко В отличие от России Но это совершенно не так По-моему, Степашин об этом сказал Но совершенно не разбираясь в ситуации Он, конечно, никогда не изучал этого вопроса Он человек совершенно из другой области Вот в Польше, во всяком случае Очень тяжело прошли преобразования Цены сильно подскочили Но логика шокотерапии состояла в следующей Народ испытывает страшный шок от роста цен Но государство не начинает печатать деньги Для того, чтобы раздать населению эти деньги И защитить население от инфляции Государство проводит сдержанную денежную политику И в этой ситуации экономика постепенно начинает работать Люди получают работу Начинают нормально зарабатывать И через некоторое время Ну, предполагалось, что года за два Люди смогут приспособиться К вот этому страшному ценовому шоку Потому что просто начнут зарабатывать И своими заработками будут угоняться за цену Заработками, подчеркиваю А не подачками, не раздачей денег В Польше примерно так и получилось Не идеально Но сейчас у меня уже нет времени в деталях Рассказывать о Польше Как-то давно в нашей программе я это делал По-моему, где-то в момент ее открытия Пару лет назад В общих чертах в Польше примерно так и получилось Страшный шок Рост цен Народ в ужасе Какая-то часть поддерживает реформаторов Какая-то не поддерживает Протестует Реформаторов через некоторое время выгоняют Приходят новые Но новые тоже оказываются реформаторами Хотя они и критиковали реформаторов старых И в итоге в Польше через пару лет Экономика начинает работать Начинается экономическое развитие Люди получают работу И так далее, так далее В общем, польская экономика Считается одной из самых успешно прошедших Вот через эту шокотерапию Что было в России? Идея действительно была похожа И кто-то из наших реформаторов Время от времени употреблял термин шокотерапии Но скорее в отношении того, что хотели сделать Чем в отношении то, что получилось У нас цены отпустили Цены взлетели очень сильно В первые месяцы 92-го года Затем такая тонкость, которую сейчас уже никто не помнит И я в своих рассказах, надеюсь, часто буду упоминать Вот эти вот детали, эти тонкости Которые абсолютно позабылись Но они очень важны для понимания суть Значит, в первые месяцы цены сильно взлетели Затем они начали притормаживать Они не остановились Не было тем более падения цены Но темп роста цен В конце весны и летом Стал меньше, чем в первые месяцы 92-го года Вот это очень важный момент То есть идея шокотерапии В принципе работала В том смысле, что если не заваливать экономику новыми деньгами То темп роста цен приостанавливается Но, конечно, до экономического подъема было еще очень далеко Лето 92-го года народу было очень тяжело переживать Это был период, когда цены сильно выросли А многие люди либо не имели работы Либо имели такую работу, на которой зарплаты толком не выплачивались И в любом случае деньги обесценились Это был тяжелейший период Так вот С осени От курса шокотерапии В России отказались полностью Полностью Камня на камне от шокотерапии не оставили Центральный банк Начал печатать деньги в большом количестве Темп роста цен снова резко пошел вверх Статистика показывала, что осенью инфляция стала гораздо больше, чем была летом Но, конечно, не больше, чем была в январе, когда только весь этот процесс начался И дальше К шокотерапии практически уже никогда не возвращались То есть был первоначальный шок Но терапевтического эффекта он не дал Из-за отказа от этой памяти От политики шокотерапии отказался Центральный банк У его главы Виктора Герасченко была целая теория, почему надо так вести себя Ну, а правительство во главе с Гайдаром в общем это приняло Гайдар никогда не высказывал согласия на такую политику Но де-факто он ее не оспорил Он не ушел в отставку Он потом был уже отправлен в отставку в декабре месяце Ельциным Так что в общем правительство как бы эту политику приняло де-факто Хотя теоретически прекрасно понимало, что это гибель для реформ Поэтому результаты были совершенно другие, чем в Польше В Польше через два года началось восстановление экономики У нас только в 97-м казалось бы началось Но там были отдельные проблемы, о которых еще надо говорить А фактически только в 99-м То есть семь лет прошло на восстановление И в итоге отказ от политики шокотерапии Появил гораздо более тяжелым последствиям Чем в Польше, где шокотерапия проводилась Это первый момент Второй момент По ваучерной приватизации Приватизация была у нас проведена следующим После долгих дискуссий После некоторой трансформации первоначальных планов Трудовым коллективам Предложили три варианта Приватизации Из которых они могли выбрать Любой им подходящий Один из этих трех вариантов Предполагал, что Контрольный пакет акций То есть более 50% акций Передается в руки этого трудового коллектива Не за деньги Не за ваучеры А просто за спасибо Ну, собственно, трудовой коллектив Даже и спасибо обычно не говорил Но формально предполагали Приватизаторы, что Трудовой коллектив Хотя бы спасибо за это скажет Вот этот вариант приватизации Выбрало 80% трудовых коллективов Поэтому Приватизация фактически У нас прошла В пользу раздачи собственности Продового коллектива Ваучеры были Это мы все прекрасно знаем Но на ваучеры Те, кто ими обладал Докупали Уже меньшую часть Акций предприятий Как правило Очень сильно меньше Потому что что-то продавалось за деньги Что-то продавалось за ваучеры То есть разные там были способы Но в любом случае Контрольные пакеты предприятий Были приобретены Бесплатно Без денег И без ваучеров Крудовыми коллективами Потом уже шел следующий этап Который, собственно, приватизацией не являлся Когда те, у кого были деньги Скупали акции У работников Крудовых коллективов Часто по дешевке Там чуть ли не за бутылку водки Но, как бы то ни было Поначалу приватизация была Вот в такой форме Да, и сразу я говорю, конечно Что залоговые аукционы К этой массовой приватизации Никакого отношения не имеют Залоговые аукционы Были проведены После этой массовой приватизации И, собственно, они вообще Были проведены только потому То В процессе массовой приватизации Не все предприятия Приватизировались Такие крупные предприятия Как нефтянка Цветные металлы Типа норильского никеля Из массовой приватизации Были выведены Поэтому Их потом отправили На эти несколько странные Залоговые аукционы Если бы из приватизации массовой Не исключали предприятий Вообще никаких залоговых аукционов У нас бы и нет Так что вот это Очень важный момент Кстати, мне не очень понравилось В фильме, что Чисто по хронометражу На залоговые аукционы Было отведено Чуть ли не больше времени Чем на весь рассказ О массовой приватизации Это в принципе не верно Залоговые аукционы Конечно Такая вкусная тема О которой все любят Порассуждать Но это скорее Тема к вопросу О предателях Непредателях О мошенниках Немошенниках На экономику В целом Это оказало Гораздо меньшее воздействие Чем та массовая Приватизация В ходе которой Вся собственность Приватизировала Вот Значит Почему Приватизация Не была Ваучерной А была По сути Раздачей Собственности Приватизация Как я понимаю И это по-моему Тоже из фильма Полностью ушло Никакой Чубайс Кажется об этом В фильме не упоминал Как я понимаю Те кто проводил Приватизацию Хотели ее провести Максимально компромиссно Чтобы люди Не обиделись на то Что собственность Уходит к толстосумам Сначала Идея раздачи ваучеров Из этого И вытекала Вот мы раздадим Всем ваучеры И каждый человек Почувствует Что он участвует В приватизации Ну По ходу дела Оказалось Что Скажем Простой Университетский Преподаватель Вроде меня Или библиотекой Или Какой-нибудь Ну Даже военнослужащий Который не работает На приватизируемом Предприятии Оказывает на приватизацию Очень небольшое Воздействие В общем люди Как-то безразлично К этому относились А вот трудовые коллективы Возглавляемые директора Очень хотели Получить собственность У них была Вполне понятная логика Директор считал Что он Хозяин предприятия Без всякой Приватизации Он своим трудом Это предприятие Заработал Ну а трудовые коллективы То и считали Если они там работают То почему на это предприятие Кто-то должен прийти С каким-то там Ваучером И вот Для компромисса В итоге От ваучерной приватизации Отказались На ваучера Отдали небольшую часть А в основном Предприятия Отошли к тем Кто был сильнее В своих требованиях Отдать эти предприятия Так что вот для начала Это два Очень важных Подточнения Приватизация Была не ваучерной И шокотерапии Никакой нет Хорошо Я сейчас Обращаюсь К нашим зрителям Напоминаю Про важность Лайков Это действительно Помогает Продвигать Это видео Это не потому Что мне очень Хотелось бы Увидеть много лайков Это тоже Самое главное Чтобы другие люди Это могли увидеть Мне конечно Хотелось бы Увидеть много лайков Все Давайте тогда Поделимся Вы за это А я за то Мы работаем Для вас Каждый день И благодарим Всех подписчиков За поддержку Помочь развитию Канала Очень просто Все сказано В описании К этому видео Ютуб-канал Ищем выход Мы с вами Каждый день Особые истории С Дмитрием Травиным Здесь тогда Раз уж вы начали Говорить Мы затронули Тему Красных директоров Здесь Один из комментариев Который пришел От Мины К нашему голосованию Она сказала Она пишет Следующее Плохо Что руководителями Предприятий Были только члены КПСС И много талантливых Инженеров Так работали Начальниками отделов А в ком КПСС Не утверждали Беспартийных На высокие посты И в общем Это Как она говорит Тоже повлияло На то К чему мы В результате пришли Не знаю Как вы По этому поводу Что вы думаете Во-первых Это совершенно верно По сути Именно так и было Для того Чтобы стать Руководителем Предприятия Надо было Стать членом КПСС Причем Неформально Ну надо было Конечно уже Долго быть членом КПСС И как-то Зарекомендовать Себя Как человека Послушного Райкому Партии Потому что Все предприятия Курировались Райкомами Ну кроме Предприятий Очень крупных Которые Курировались Обкомами Или прямо Центральным Комитетом КПСС Так что Да По сути Это верно Но Естественно Многие Талантливые Инженеры Конструкторы Продвигались Наверх Становясь Или директорами Предприятий Или Главными Инженерами Главными Конструкторами Но для этого Они вступали В КПСС Я не скажу Что это был Очень сложный Моральный выбор Для многих Людей Потому что В принципе Представители Моего поколения И главное Даже поколение Моих Родителей И дедов Потому что Мое поколение Не успело Поруководить Советская экономика Оно было Слишком молодым А поколение Моих отцов И дедов Руководило Наш Отцов и дедов Вот там Люди довольно легко Вступали в КПСС Если надо Поскольку понимали Что это просто Такие правила Игра Если я хочу Быть Крупным советским Менеджером Если я могу Принести Пользу Предприятию То да Ну пусть у меня Будет партийный билет Я буду играть По этим правилам Так что Мне кажется Не так уж много Было талантливых Руководителей Которые не Попали на Крупные Руководящие Посты Из-за того Что они Не захотели Получить Партийный билет Но если Говорить всерьез О наследиях О наследии Советской Экономики То Здесь надо Принять во внимание Вот какой важный момент И это Пожалуй Главное Главное По сути И главное Чего К сожалению Я в этом фильме Не услышал Хотя Я могу понять Авторов фильма Это Это сложная Это сложная вещь О которой надо Серьез Рассказывать И Есть опасность Потерять Какую-то часть Зрителей У фильма Если начинаешь Серьезно Объяснять Сложности Экономических Преобразований 92-го года Значит Я рискнул Все-таки Объяснить Рискуя Потерять Какую-то часть Своих Зрителей Но я Собственно Ради этого Объяснения И начал Сегодняшний Разговор Смотрите Вот перенесемся На минутку В советскую эпоху Я Буду О ней Вообще Подробнее Рассказывать Когда мы Вернемся К разговору О моей Книге Как мы Жили в СССР Так что Возможно Где-то Там Через Месяц Или полтора Мы целую Программу Посвятим Этому вопросу Но Сейчас В общем Чертах В краткости Смотрите Как была Устроена Советская Экономия В этой экономике Были предприятия Которые работали На потребителей На нас с вами И предприятия Которые работали На государства И с самого начала Предполагалось Что они не будут Работать на потребителей Ну Понятно Что это были За предприятия В первую очередь Предприятия Военно-промышленного Голоса Если предприятие Производит Автомат Пистолет Ракету Или Хотя бы Электронные компоненты Для Ракетных войск Или для Артиллерии То Тот Кто производит Это предприятие Потребитель Покупать За свои деньги Не будет Вот Обратим На это Внимание Таких Предприятий В экономике Было Было Много Дальше В дополнение К этим Предприятиям Были предприятия Которые По другим Причинам Также Не были Ориентированы На потребителя Ну Скажем Иногда Просто В силу Странности Советского Планирования И ошибок С этим Связан В какой-то Момент Советские Руководители Считали Что надо Производить Очень много Станков Ну Казалось бы Логично Если будет Много Хороших Станков То Экономика Будет Хорошо Работать Их Произвели Этих Станков Столько Что Для них Просто Не хватало Станочников Эти Станки Реально Не работают Но Станкостроительные Предприятия Работали Так же Эффективно И интенсивно Как и Танкостроительные Предприятия Что Станкостроение Что Станкостроение Работало Фактически Не на Конечного Потребителя И вот Такого Рода Примеров Я могу Приводить Очень много Я привожу Своей книги Мы об этом Еще поговорим Но Сейчас Вот давайте Обратим Внимание На следующий Ман 1 января 92 года Когда Началась Так называемая Шокотерапия Шокотерапии Так и не Оказалось К этому Мамень Было Много Предприятий Способных Работать В условиях Рынка На потребителя И много Предприятий Которые Не способны Были В принципе Работать В условиях Рынка На Интересы Потребить Мои ревестники И люди Постарше Наверняка Помнят Такое Популярное В 91 92 Годах Слово Конверсия Оно Не случайно Появилось Все Тогда Прекрасно Понимали Что Военное Предприятие Не сможет Работать На потребителя Оно Для другого Суспа И Появилась Идея Конверсии Преобразования Военного Производства На гражданские Нужные Очень Наивно Предельно Наивно Абсолютно Без понимания Сложности Процесса Люди Говорившие О конверсии Предполагали Что можно Быстро Перевести Предприятие Производящее Ракета На что-то Такое Мирное Нужное Потребителю За что Человек Заплатит Свои Деньги Достав Из собственного Вышелька Ну Так Не бывает Конверсия Конечно Возможна Конверсия Часто В экономике Осуществляется Но Это Процесс Долгий Сложный Требующий Новых Технологий И Огромных Инвестиций В эти Подприятия Нужно Просто Обновить Все Производство И вот Теперь Я подхожу К главному Значит Смотрите Дорогие Друзья Если Наша Предприятие Если Наша Страна Состояла На 1 января 92 года Из двух Типов Предприятий Тех Которые Могут Быстро Начать Работать На рынок Ну Производящие Продукты Питание Обувь Одежду Автомобиль Жигули Ныне Известный Как Лада И так далее И Предприятий В принципе Не способных Перейти На мирные Рельсы На рыночные Рельсы То А Что Будет С многомиллионными Трудовыми Коллективами Тех Предприятий Которые В принципе Не предполагались Для работы В рыночной Экономии Вот Каким Образом Людям Работающим На этом Предприятии Может быть После начала Рыночных Реформ Не то Чтобы Харасы А Хотя бы Сносно Выжить Ведь Можно Конечно Сказать Очень Просто Что Пусть Государство По-прежнему Их Содержит Пусть По-прежнему Покупает Военную Продукцию Станки И так Далее Но Советская Экономика Была Так Устроена Что Для Того Чтобы Покупать Всю Эту Продукцию Надо Забрать Деньги У Хорошо Работающих Предприятий Либо Напечатать Очень Много Новых Денег Для Того Чтобы Покупать Эту Продукцию На Деньги Свеже Напечатан Ну Вот И Получается Что Либо Люди Работающие На военных Предприятиях Не получают Зарплаты Государство Им Говорит Знаете Ребята Мы Больше Не Можем Содержать Ваши Предприятия Мы Перешли Крыму Либо Государство Устанавливает Высочайшие Налоги И Начинает Все-таки Отбирать Деньги У Хорошо Работающих Предприятий Хотя Не в таком Конечно Объеме Как Раньше Либо Государство Начинает Печатать Деньги И Раздавать Тем Предприятиям На которых Большие Задержки С выплатой Зарплаты У нас В итоге Было Были Использованы Все Тревайны Поначалу Когда Хотели Делать Шокотерапию Бессмысленные Деньги Не Печатали Но Предприятия У которых Государство Перестало Закупать Продукцию Оказались Очень Тяжелым Положим В этот же Момент Были Установлены Очень Высокие Налоги То есть Налоги Были Тогда Совершенно Страшные Давящие Хорошо Работающие Предприятия И Те Люди Которые На этих Предприятиях Работали Они Это Конечно Запомнили Я До сих пор Встречаю Часто Комментарии У Моих Знакомых Либералов Либертарианцев Людей С которыми Я В общем Под взглядом Близок Комментарии Правда У них Совершенно Безумные Они Пишут Что Ну Оказывается Гайдар И другие Реформаторы Не были Никакими Либералами Потому что Установили Высокие Налоги Если бы Они Не установили Эти высокие Налоги То Протест Против Эйформ Был бы Раза в два Мощнее Чем он был Тогда В 92 Году Ну И Наконец Как я уже Сказал В начале Когда решили Отказаться От шокотерапии Стали еще И Деньгами Заваливать Те предприятия На которых Денег Раньше Нет И вот Когда Это Рассказываешь Я Очень часто К своим Собеседникам Обращаюсь Вопрос Дорогие Друзья Вот Вы критиковали Реформы Я как-то пытаюсь Объяснить Почему они Прошли так Давайте Сейчас Поменяемся Ролями Давайте Вы Мне Такие Знающие Такие Умные Расскажите А вот Что бы Вы сделали На месте Реформаторов А я Вас Покритикую Я Вас Внимательно Выслушаю И скажу Вот Какой Будет Реально Экономика О которой Вы мне Сейчас Расскажете По своему Рецепту Не Фантастическая Мифическая Экономика Где Ваши Рецепты Будут Соединены Каким-то Образом С идеальными Результатами А вот Я Вам Скажу Что Реально Получится И Знаете Никогда Мне Не удалось От Моих Собеседников Получить Хоть Сколько Нибудь Внятный Рецепт Преобразования Либо Это Был рецепт Абсолютно Идеологизированных Людей Ну Знаете Примерно Вот Как В этом Фильме Не прошедшее Время Говорили Хасбулатов И Зюганов Мне Безумно Понравились Кстати Эти два Персонажа Это По-моему Самый Большой Успех Фильм Это Люди Которые Вообще Витали Где-то В облаках Они Очень Далеки Были От Реалий И Просто Говорили Ну Вот Как Хасбулатов Говорит Ну Вот Эти Реформаторы Были же Абсолютно Серые Люди Надо Было Просто Организовать Наладить Поставки И Все Было Хорошо При этом Забывает Хасбулатов Что До Начала Реформ Он Уже У Власти Был Полтора Года Как Руководитель Российского Парламента И За эти Полтора Года Он Почему-то Ничего Не Налазил Ну Азюганов Вообще Просто Плевался Ругался По сути По-моему Не произнес Ни Одной Фразы Ну Хасбулатов Хотя бы Доктор Экономических Наук Азюганов Доктор Философских То есть Мои собеседники Либо Как в случае С Хасбулатов Или Зюганов Произносят Какие-то Общие Слова Но Никогда Мне не удалось Услышать Конкретной Схемы Как надо Было Привести Реформ Для того Чтобы Не было Этих Проблем Люди Говорят Что-то Такое Ну Да Может быть Вы и Правы Но Наверняка Правы Не до Конца Вот Мне надо Разобраться В экономике Говорит Мой Собеседник И тогда Потом Я вот Когда-нибудь Смогу Вам Объяснить Что Было Либо Еще один Стандартный Вариант Ответа Это Примерно Как Степас Он Сказал В этом Фильме Ну Куполятов Чехов Венгров Все же Было Хорошо Значит Можно Было Привести Реформ Правы Никто Не Смотрел Какие Моркапы Спада Производства Были В Польше И Чехословакии В этот момент Никто Не Смотрел Какая Инфляция Была В этих Странах Высочайшая Никто Не Обращает Внимания На То Что У Венгров Все Это Проходило Несколько Мягче Но Венгры Та Реформы Начали В 68 году Прияно Шикаде И вели Их Постепенно В 5 Этапов И В 90 Году Они Подошли Только Четвертому Этапу Реформ Вот На Такие Детали Оппоненты Не Обращают Внимание Вот Мой Вывод Которому Я Хотел Бы Сегодня Прийти Состоит В том То С учетом Наследия Советской Экономики С учетом Того Что Предприятия Делились На Две Большие Группы Одни В принципе Могут Работать При Рынке Другие В принципе Не Могут Потери Были Неизбежны Всегда Но Вот Как Эти Потери Организовать Там Были Конечно Возможно Разные Валют Если Мы Хотим Привести Серьезную Дискуссию В принципе Я всегда К этим Дискуссиям Готов Ну Не знаю Это Может Даже Не Для Нашей Программы Хотя А может Как Нибудь Мы Это И Сделаем Вот В серьезной Дискуссии Можно Было Скажем Поспорить А Надо Ли Было Вообще Выпускать Ваучеры Или Вообще Не Нужна Эта Бабашка Была Это Интересный Вопрос Или Еще Один Поворот А Если Бы Мы Выпустили Не Бумажки А Просто Открыли К каждому Счета В Сбербанке Вот Это Что-то Изменило У Чехов Было Примерно Так Или А Вот Если Бы Реформаторы Все Таки Не Повышали Налогов И Попытались Бы Железной Рукой Голода Задавить Тех Работников Военно-промышленного Комплекса Которые Пытались Протестовать Против Либеральных Реформ Вот Если Реформаторы Были Абсолютно Бескомпромиссными Либералами Вот Получились Были У нас Реформы Или Нет Это Жутко Жестокий Вариант Но В принципе О нем Можно Поспорить Гайдар Кстати Много Рассказывал Различным Журналистам О том Что он Считал Своими Ошибками Но Вот такого Философского Плана Как у Зюганова А Гайдар Всегда Очень Конкретно Говорил Да Вот Мы Сделали Это Это Но Не Сделали Это Это Очевидно Это Была Наша Ошибка И это Касается Той Конкретики В которой Ни Зюганов Ни Хасбулатов Ни Другие Вообще Не Разбираются Они Даже Не Ставили Никогда Перед Реформаторами Такого Рода Вопрос Вот Это На него И ответили Вернее Прочитать Эту Реплику От Елены Николаевны Которая Пишет Что Которая Как я Бу Сказал Садится Сразу На Два Стула Что Здесь Первый Со вторым Вариантом Имеется Ввиду Про Наследие СССР И про Реформаторов Они Друг с Другом Миксуются Пишет Она И Наследие СССР Было Виновато И Реформаторы Демократы Тоже Не Смогли А Дальше Внимание Главная Фраза Не Смогли Нормально Осуществить Свои Идеи Как я Понял Из ваших Слов Нормально Осуществить Было Были Практически Невозможно Вопрос Что Мы Думаем Под Понимаем Под Словно Нормально Да Видите Ле Есть Один Человек Очень Хороший Грамотный Экономист Которого Как Экономиста Я Всегда Уважал Который Стопроцентно Осуществил Свои Идеи Это Григорь Алексеевич Явлинский Как только Выяснилось Что ему Не дадут На сто Процентов Осуществить Свои Идеи Он Подал В отставку И Сказал Что Ну Вот При таких Условиях Я Осуществлять Не буду Явлинский Подал В отставку Когда Он Был Вице Премьером Российского Правительства После Отмены Программы 500 дней А затем Когда У него Был Очевидно Некоторый Шанс Стать Гайдаром Гайдара Ну Здесь Конечно На сто Процентов Мы ничего Не знаем Здесь Мы Судим О том Как решение Принимал Гельцин По Несколько Косвенным Данным Но Насколько Можно Понять Явлинский Полностью Не воспринял Идею Демонтажа Советского Союза Он Хотел Проводить Реформу Масштаба Советского Союза И поэтому Не воспринимал Идею Стать Главным Реформатором В рамках России Осуществившей Головежские Соглашения Вот Типичное Это Классический Пример Это Судьба Человека Который Не готов Ити Ни на какие Компромиссы Не готов Поступиться Своими Идеями Он Просто Подает В отставку В принципе Гайдар Мог Поступить Точно Так же Возможно После него Еще кто-то Подал бы В отставку Рано или поздно На пост Осуществить Не сможешь Вообще Вот Кто Пришел бы Вместо Гайдара Был бы Готов К большим Компромиссам Или к меньшим Скорее всего К большим Потому что Черномердин Когда Гайдара Уволили Пошел на Большие Компромиссы Чем готов Быть и Гайдар Но это Уже Опять Особый Вопрос Для дискуссии Какие Возможно Компромиссы В целом Да Можно Согласиться С Еленой Николаевной То Реформаторы Не осуществили Свои идеи Они пошли На компромиссы Но Возможно Либо было В принципе Не пойти На компромиссы Думаю Что нет Знаете Вообще Наши зрители Так Разделились На две Группы Причем Не могу Сказать Равные Или неравные По размеру Но тем не менее Значит Вот Голос Одних Представляет Дарья Которая Говорит Что СССР Та страна Где Хочется Жить Получившие Все Бесплатно За копейки Оказались Предателями А Второй Человек Сейчас я посмотрю Имя Ирина Она пишет Что Для меня 90-е Был ее Самым лучшим Временем Тогда был Драйв Надежда На будущее И что Наши страны Наконец-то Не будут Бояться Я понимаю Что это Только Покасательные Относится К нашему Разговору Но тем не менее Вот Такое Вот разделение Смотрите Я бы Так Прокомментировал Это Если судить Я не знаю Сколько лет Дарья Если судить О Советском Союзе По тем Самым Общим Характеристикам Которые Сегодня Доминируют В прессе То это Такая страна В которой Я бы хотел Жить Ну Знаете Я вам Точно говорю Что Если бы Коммунизм Можно было Построить Я бы был Первым В рядах Коммунистов Мне очень нравится Та коммунистическая Система Которая Описывается В фантастических Текстах Неважно В романах Квазинаучных Текстах Или нет Зачем мне быть Либералом Если можно Жить в коммунизме Где Распределение По потребностям Где все люди Братья И так далее Ну Поскольку я реально Жил в Советском Союзе То к какому-то возрасту Я понял И это уже был Чисто научный вывод Что Коммунизм В таком виде Не осуществим Ну это нереально Можно зайти справа Слева Спереди Сзади Можно пытаться Строить коммунизм С человеческим лицом Или человеческой задницей Но Вот как ни строй Не получится Так как Всякие фантасты Хотели сделать Поэтому Остается Все-таки Жить в реальном мире И строить Тот Способ Жизни При котором Мы можем Жить Лучше Но жить Реально А не Фантазично И Собственно Попытка Либеральных реформ В этом и состояла Построить Рыночную экономику При которой Все равно Конечно Останется Много проблем Но по крайней мере Проблемы дефицита Будет Ликвидирована Ну да Экономику мы построили Конечно Очень Слабо Рыночную Рынок с кучей Ограничений Но дефицитов Нет Вот тех проблем Советского времени Когда я вместо того Чтобы сидеть И читать Научные книги А потом писать Свои труды Должен И стоять в очереди За продуктами Да Этой экономики У нас нет Сегодня я Зарабатываю Деньги Как могу И Вот Занимаюсь Своей научной работой Беседую с вами Валерей Для того Чтобы что-то Рассказать Нашим зрителям Я вот этим Занимаюсь А в магазин Перед нашей программой Я сбегал За 20 минут Вообще Купил все Что нужно Для Для жизни Для того Чтобы обед Приготовить Вот Что касается Того Были ли 90-е временем Расцвета Для меня Беспотно То есть Это был Период Творческого Подъема Это был Период Когда мне Нравилось Жить Но Это был Для меня Нелегкий Период Хотя С работой Мне повезло И я В журналистике Как экономический Комментатор Возаеватин Потом Заместитель Главного Редактора Зарабатывал Нормальные Деньги Для того Чтобы жить Я не стал Очень богатым Человеком Я всю жизнь Жил на зарплату И сегодня Худо-бедно На нее живу В скромной Квартирке На окраине Петербурга Но Такой образ Жизни Мне нравился Хотя Я прекрасно Понимаю Что В силу Определенных Случайностей Которые Я наверное Не мог бы Преодолеть Моя жизнь Могла сложиться Гораздо хуже Если бы я Не имел Хорошей зарплаты В петербургской Журналистике Возможно Мне пришлось бы Также работать На Мизерную зарплату Преподавателя В девяностые годы Она была очень маленькой Возможно Мне пришлось бы Месяцами Ждать Невыплаченные От государства Зарплаты Я это Прекрасно понимаю Поэтому для меня Девяностые годы Это эпоха Когда я Во многом Смог раскрыться Но правда Очень много Работая Иногда На пяти-шести Работах Для того Чтобы Заработать Деньги На нормальную Жизнь И в то же время Это была Эпоха Страха Когда я Каждое утро Просыпался С мыслью А вдруг Я потеряю работу И тогда Вот То Как живут Некоторые Мои знакомые Очень бедно Живут Не получая Зарплату Подолго Тогда это Будет И моя Судьба То есть Девяностое Это сочетание Творческого Расцвета Огромного Объема Работы Которая Велась Ради Заработка А не Ради Тех книг Которые Я хотел бы Оставить После себя И В то же время Постоянного Страха Кстати Вот Не знаю Если бы я Эту эпоху Страха Воспринял Не когда мне было 30 с небольшим А вот сейчас Когда 60 с небольшим Не знаю Как бы я выжил Потому что я Прекрасно понимаю Насколько В пожилом возрасте Трудно жить В атмосфере Страха Потери работы Потери зарплаты Когда Утром Просыпаешься Уже Там все болит Уже По силу возраста Ну тогда я В общем Как бы с этим справился И В целом Воспринял ту эпоху Как эпоху Которая мне Очень много дала Как эпоху Для меня лично Света Хорошо Давайте тогда С вами Расскажем О чем мы будем В следующий раз Говорить Подготовим Так сказать Зрителей У меня такое Предложение Вот сейчас От главной темы Реформ 90-х Я бы хотел Сделать шаг назад В первый фильм Фильм Посвященный Перестройке Конец 80-х Вот до Пучища Дело Дело в том Что В этом первом Фильме Первой серии Фильма Непрошедшее Время Была Полностью Проигнорирована То есть На 100% Проигнорирована Экономическая Реформа Осуществлявшаяся Михаилом Горбачевым И Николаем Рыжковым Об этой Реформе Сейчас вообще Практически Никто не Помнит Я у себя В социальных Сетях Тогда написал О том Что фильм Полностью Проигнорировал И были Комментарии Моих читателей Из которых Я понял Что даже Возмущенные Читатели Которые Уверяли Что они Хорошо Разбираются В том Что тогда Было Написали Не об этой Реформе А о совсем Других Событиях То есть Полная Путалица А вот эта Реформа Была на самом деле Очень Некачественной И она Создала Массу Проблем Для преобразования 90-х То есть Проблемы 90-х Вытекали С одной Стороны Из проблем Оставшихся От старой Советской Экономики Сталинско Брежневской А с другой Стороны От проблем Которые Были Созданы Горбачевско Рыжковскую Эпоку И вот Об этой Таинственной Абсолютно Забытой Реформе Я хотел бы Сделать очень серьезные Дополнения К первому фильму Я тогда Просто даже Может быть Несколько резко Написал Что Первый фильм Цикла Непрошедшее время Подавал нам Историю В духе 19-го века Как борьбу Титанов Бойбу Горбачева И Ельцин Тогда как Современная История Напишется Не о Персоналиях Которые Творят Эстонию А о том Как реально Происходят Процессы Часто от этих Персоналей Даже не очень Зависящие Ну вот Я попробую Свою мысль Подробно Пояснить В нашем Следующем Взгар Хорошо Давайте Собственно Так и сделаем Я только призову Наших зрителей Ставить лайки Это действительно Крайне важно Потому что Помогает Все-таки Другим людям Тоже смотреть Это видео Спасибо большое Вам Спасибо Всего доброго Особые истории С Дмитрием Травиным С Дмитрием С Дмитрием